Саш, добрый день! Здравствуйте! Очень рада тебя видеть, спасибо за то, что пригласил в гости. Мы находимся с вами в детской развивающей студии. Это наши клиенты Алвик. Мы работаем с ребятами уже более трех лет. И сегодня вместе с нами Александр, руководитель данного центра. Саш, ну рассказывай, что у вас где, проведи небольшую экскурсию и уже потом поговорим о результатах внедрения в систему. Так, ну вообще мы как существуем пять лет. В этом году мы открыли шестой год учебный. В этом помещении мы недавно, мы здесь находимся уже два с половиной года. Делали все под себя и ремонт, и оборудовали все кабинеты, так скажем, для себя и для своих детей. Что у нас тут есть? Наша наградная стенка с рисунками и с поделками детей. Они нам всегда на конкурсы рисуют и делают какие-либо поделочки, которые потом мы некоторые оставляем, просим у детей оставить для себя. Ну и наши награды, которые мотивируют и наших детей, и родителей. Они понимают таким образом, зачем они сюда ходят и для чего. Здесь такая же у нас наградная стена. Это наш основной, центральный, так скажем, кабинет, самый главный. В этом кабинете мы проводим большую часть всех наших часов. Здесь мы проводим все танцевальные уроки, курсы театральные. То есть здесь большая часть работы в этом кабинете, так скажем, она здесь кипит. Ну и наш последний кабинет, о котором мы тоже давно мечтали, потому что начали раскрывать спектр, так скажем, услуг все шире и больше. Мы стали заниматься не только танцами и театральным искусством. Мы решили охватывать образование, так скажем, и детей с разных сторон. И, соответственно, решили открывать английский язык, подготовку к школе и так далее. Поэтому требовался класс. Вот у нас появился наконец-то свой класс, где дети могут развивать себя еще не только творчески и не только физически, они могут развивать себя еще умственно. У нас очень большие группы сейчас по английскому языку, то есть 7 групп, и не хватает родителям школьного образования, так скажем. Они идут за доп. образованием вот сюда, так скажем, к нам в центр. Когда мы познакомились с тобой, ну имеется в виду с твоим бизнесом, да, и внедряли UDS, это был, по-моему, 2017 год. Да, да, летом 2017. Скажи, пожалуйста, что ты для себя тогда увидел, и почему ты принял решение заходить на платформу и работать с данной платформой и со своими клиентами? На тот момент, когда у нас ничего еще, так скажем, не было, мы придумывали, естественно, свои какие-то бонусные истории для наших клиентов. Но это все было в формате слов, в формате диалога, то есть и каких-то прямых скидок. Либо там рекламу мы там запускали, делали там листовки, заказывали в лифтах, размещались, но все это было таким образом простроено, что это не отследить, никаким образом как-то не увидеть вообще результат и результативность, то есть ее можно было не увидеть, так скажем. Ну и также у нас, что касается бухгалтерии, то есть у нас бухгалтерия вся велась в бумажном эквиваленте, так скажем, все это достаточно было неудобно. Основной приход наших клиентов – это сарафан. То есть всегда к нам приходят по рекомендации, то есть до сих пор мы вот 5 лет работаем, но не приходят просто так люди по листовкам, по рекламе в лифте где-то и так далее. То есть вот мы эти способы тоже пробовали, но приход ноль, хотя мы делали хороший оффер, то есть мы предлагали те же скидки, те же бонусы, большие акции предлагали клиенту, но прихода не было. И раз мы это понимали изначально, что наш клиент, он у друзей, так скажем, то есть тех клиентов, которые к нам ходят, соответственно нам надо было как-то усилить вот этот сарафан, и в приложении, в данном случае в UDS, это есть, и это хорошо. То есть мы поощряем тех клиентов, которые приглашают к нам новых друзей. То есть те же 500 рублей, которые я мог потратить на листовки, я теперь эти 500 рублей даю эффективному клиенту, который эффективно порекомендовал нас. Что мы сделали, каким образом, сработало ли это эффективно, на твой взгляд, вот как мы запускались? Ну, в силу того, что мы как детский центр, мы живем учебными годами с сентября по май, то есть мы очень выгодно включились в эту всю историю, так скажем. Мы продукт начали изучать, так скажем, подробно и подключаться вообще к UDS в августе. За месяц, получается, до того, как мы открытие официально делаем и презентацию вообще учебного года для родителей. Соответственно, мы уже за месяц могли хоть как-то что-то там понять, изучить. Более того, мы приглашали, ну, вас, Надежда, как менеджера, который нас подключал, приглашали сначала поработать с нашими сотрудниками, объяснить им, рассказать, в чем выгода для центра, почему это должно быть удобно нашим клиентам. То есть была хорошая проработка с нашими сотрудниками. И если педагоги, которые молодого, так скажем, возраста, они это сразу же воспринимали, потому что все с мобильными телефонами, для них это сразу удобно, все там, не знаю, как-то, ну, хорошо и позитивно отреагировали, то те администраторы, которые на тот момент с нами работали, они были действительно пожилого возраста, им сложно воспринимать вообще вот эту информацию. И тогда, ну, то есть действительно помогает вот менеджер, в данном случае вы, который приходит, потому что вы можете, видимо, как-то вот объяснить и показать, как этим, со всем этим работать. Вот, ну и после того, как мы уже провели совещание и не одну беседу, так скажем, с нашими сотрудниками, отправляли даже их на обучение еще предварительно в офис компании, для того, чтобы они это все еще как-то потыкали и попробовали, так скажем. После этого только мы уже готовились выйти на презентацию с родителями, где мы, естественно, также позвали и вас, для того, чтобы нам помочь, во-первых, рассказать о продукте и рассказать о выгоде вообще нашим клиентам, почему именно сейчас мы убираем те скидки, которые были, точнее, мы их даже не убрали, а мы их просто перенесли в цифру, и это стало удобнее и для нас, потому что мы это прозрачно видим, и клиенту он понимает, за что и когда ему дают какие бонусы. То есть, соответственно, ну это прям, это очень здорово. То есть и вот эти два фактора, то есть они хорошо сработали. То есть первый — это надо обучить сначала сотрудников, обговорить с ними, а второй — это вот прийти прям на презентацию, особенно в нашей деятельности, я думаю, все подобные центры делают презентацию учебного года. То есть это здорово, когда приходит и менеджер, и сам руководитель, и все как бы рассказывают о том, почему сейчас так и чем это выгодно. Я правильно понимаю, что сейчас все 100% договоров у тебя проходят через систему оплаты UDS? Да, по-другому не надо тогда. Ну то есть мы все вообще проводим, и более того, что еще интереснее, то есть у нас есть один всего клиент, который не регистрировал приложение по своим личным причинам, что он не хочет указывать нигде никакие данные. Сколько бы мы не просили, то есть как не мотивировали, так скажем, клиента, нет, просто не хочу никак. Оплачивает 100%. Но в любом случае баллы у него копятся, и он до сих пор ходит, и у него уже около 3000 бонусов. То есть вы просто по номеру телефона? Проводим, да, вот этому клиенту, то есть, а те, которые, ну, остальные все, они же активно пользуются, соответственно, они эти бонусы уже используют, списывают. Просто, я думаю, дождется этот клиент, когда накопится там сумма 5000 рублей условных, да, и он услышит эту сумму, соответственно, мне кажется, он зарегистрируется. То есть у него выхода не останется, потому что сэкономить из кошелька семейного бюджета 5000, даже это в рублях, это прям, ну, не знаю, это прям хорошо. На что в вашей компании можно потратить бонусы? У нас с тобой есть интересная система. Да, у нас два варианта. То есть в первую очередь это, естественно, можно сэкономить, посещая Alvik и потратить бонусы на направления, которые посещает ребенок. А второй способ – это мы открыли магазин Alvik. Есть такая замечательная функция в самом приложении, в самой, так скажем, админ-панели. Мы настроили все это внутри панельки, то есть что мы сделали? Мы, получается, закупаем продукцию символикой нашего льва, любимого нашего Alvika и печатаем полиграфию. Заказываем какие-нибудь кепки-футболки, делаем бантики, заказываем у девочки, которые нам делают, собственно, ручно бантики для девочек, для волос. И всю эту продукцию мы готовы предложить клиентов, но только за баллы. То есть ее купить за деньги нельзя, как бы ты ни хотел. То есть надо накопить. То есть в этом наша тоже как бы и мотивация клиентов – копить баллы. То есть посещать центры. Занятия, да, получать вот этот кэшбэк с каждого абонемента и накопить вот на продукцию, ту, которую мы готовы предложить. Это очень хорошо работает, во-первых, на детей, потому что все это в открытом доступе. Находится у нас у администратора на стойке, дети это видят. И очень хорошо мотивирует их даже собрать некую коллекцию. То есть у нас до этого был набор Alvika, то есть был блокнотик, ручка и брелок. И все это можно было купить по отдельности. Соответственно, ребенок загорается, то есть ему хочется собрать и брелок, и ручку, и блокнотик нужен. А если, ну, часто такое бывает, у нас в группе был уникальный случай, когда девочки купили бантики с Alvika, она пришла в группу на занятие, всем девочкам срочно нужны бантики. То есть они прям загорелись, и это здорово, потому что так наш клиент может потратить эти бонусы, которые он накопил на продукцию, а мы, в свою очередь, можем сохранить наш средний чек, который, в принципе, всегда вырабатывается за счет того, что они покупают. А то еще интересно, они эти же там значочки покупают, все на портфель вешают, на рубашки и так далее. Они же с этим еще ходят где-то. И другой чужой ребенок, он спросит, а ты это кто? Вот почему у тебя лев, а что он значит? Тот начнет рассказывать, а я хожу в такую-то студию, мы там то-то, то-то. То есть для нас это тоже способ еще рассказать о нас. Как сейчас у тебя настроена система мотивации? То есть сколько бонусов вы даете? Потому что я знаю, что у тебя достаточно сложная система, потому что там предусмотрены разные моменты, ты очень долго к этой системе шел. Вот расскажи об этом. Да, мы как только подключились, мы пробовали действительно три системы. И вот получается где-то год назад уж точно мы приняли одну систему, на которой мы до сих пор работаем. Нет, больше даже, полтора года, на которой мы до сих пор работаем. То есть мы сделали градацию, так скажем, в процентах, которая позволяет возвращать все больше и больше бонусов. Как она у нас, по каким ступеням, так скажем, мы ее градируем. У нас получается первую базовую скидку получают все клиенты. 5% возврат суммы, поступившей к нам в центр. Это мы скидку даем для всех, кто отцифровался у нас, кто посещает наш центр, кто находится с нами. Далее у нас получается есть градация следующая, это 10%. 10% мы ее назвали, спасибо, от Alvika. То есть это для тех клиентов, кто посещает два направления. И дальше у нас градация идет по направлениям. То есть покупая на ребенка либо на семью три абонемента, вы уже получаете 15%. И самое максимальное у нас это семья Alvika. Это 20% для тех, кто посещает 4 и более направления. А вот еще одна градация у нас, мы ее назвали отдельно Alvika, 30%. Это для моих сотрудников, у них тоже есть дети. У нас есть взрослые направления, соответственно, сам сотрудник может посещать. Он оплачивает абонемент, но возвращает 30% уже к себе, так скажем, на счет. И у нас простроена система таким образом, клиенты все об этом предупреждены. Все клиенты, которые покупают до трех абонементов, они могут воспользоваться бонусами ровно в половину от накопленной суммы. То есть 50%. 50% могут потратить на, получается, услуги центра. На подарки, пожалуйста, сколько накопил, столько трать. А вот именно на услуги 50%. А те клиенты, и таких у нас несколько штук, 10 у нас есть, которые ходят с семьями большими, либо на одного ребенка приобретают несколько абонементов, у них скидка 15 и 20%, то есть возврат кэшбэка. И, соответственно, мы им уже разрешаем прям 100%. Накопил ты даже там в копейках, а сейчас электронно раз все оплачивают, через терминалы, соответственно, мы им разрешаем списывать прям вот там 98, 350, грубо говоря. Сколько накопил, столько и разрешаем прям полностью списывать на услуги. Понятно. Сколько сейчас в базе клиентов? То есть как сейчас вот ты работаешь с этой базой? 500 у нас на сегодняшний день. Из них половина клиентов, которые были хотя бы раз тут, покупали хотя бы один там абонемент, одно занятие. Ну, то есть они присутствовали здесь у нас в центре. Остальная база у нас пришла по кросс-маркетингу. То есть мы работали с другими компаниями, либо которые находятся в этом же приложении, и мы обменивались, так скажем, базой клиентов, потому что есть общие клиенты, допустим, у нас, как у детской студии, и у магазина, которые занимаются там продажей детских товаров. Соответственно, мы выгодны друг другу, вот мы обменивались, и наша база пополнялась за счет этого и становилось больше клиентов. Тут хороший момент, нужно отметить, что действительно те клиенты, которые еще не были здесь, но они у меня есть в базе, я с ними могу до сих пор коммуницировать, работать, сообщать им какие-то новости, сообщать о новых услугах. То есть эти клиенты, они есть в базе, и зачем-то же они наш код взяли, они отцифровались. Соответственно, может пройти просто время, может быть, либо у них дети сейчас могут быть маленькими, и они поэтому к нам еще не подходят по возрасту и не посещают нашу студию, либо, может быть, у них пока нет того направления, у нас нет, которое им интересно. А раз мы расширяемся, открываем новые направления, возможно, раз они уже в нашей базе, они увидят, что у нас курсы по рисованию открываются, и раз, и сразу же первыми отреагируют на эту новость и придут. Ты ранее говорил, что, ну, конечно, в основном вас рекомендуют. В ЮДС ты это отслеживаешь сейчас? То есть сколько у тебя по рекомендации пришло клиентов? Может быть, чек ты знаешь, сколько пришло? Да, конечно. То есть в силу того, что мы работаем долгосрочно, то есть у нас можно привезти ребенка в 2 года и забрать отсюда после 18, так скажем. То есть путь клиента, он прям достаточно большой. Соответственно, у нас, хоть и цифра небольшая, так скажем, рекомендательная, то есть у нас 2 уровня самых эффективных, так скажем. На втором уровне у нас 11 человек пришло, на третьем уровне 4. То есть итого по рекомендациям пришло 15 человек. То есть вроде цифра небольшая за 3 года использования приложения. Но мы не на эти цифры смотрим, мы смотрим на цифру, которая пришла в выручке, так скажем. В деньгах, потому что эти клиенты, они стали постоянными, они до сих пор посещают нашу студию. И в деньгах с этих двух уровней за 3 года мы получили более 300 тысяч рублей. И ребенок еще не вырос, то есть он еще будет ходить. То есть нам просто... То есть сумма вырастет. Да, то есть она будет ежегодно и ежемесячно, она будет пополняться и расти. И это здорово, то есть это круто. Вроде ты порекомендовал, клиент порекомендовал один раз, он свою пользу имеет, потому что он баллы имеет от этого клиента. То есть он получает за то, как бы наше спасибо. А мы свою пользу видим в виде растущего вот этого чада на наших глазах. Ну и плюс, естественно, он проплачивает абонемент на постоянной основе. Хорошо, Саш, спасибо тебе за ответы на вопросы. Я надеюсь, что и дальше ты будешь использовать платформу для работы со своими клиентами. И чтобы и те, и другие были счастливы и получали выгоду. Спасибо. Вам спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.